Музыка Из текстиля, металла, дерева, пластики и фарфора. Разнообразие авторской куклы действительно поражает. Ну, в наши дни кукла, скорее сделанная своими руками, она носит в большей степени эстетический характер, ну а в былые времена считалось, что кукла может избавить своего владельца от болезней и всяких неприятностей. Да, действительно, кукла является неотъемлемой частью человека. И в принципе, я так думаю, что она сопровождает нас от самой колыбели до школьной скамьи, некоторых до глубокой старости. Так почему же мы, уже будучи взрослыми, все-таки так привязаны к этому неодушевленному предмету? И кто в наши дни часами работает над созданием таких самых настоящих кукольных произведений искусства? Об этом сегодня наша программа, тему которой определили так – «Играем в куклы». Проведут эфир Татьяна Сидоренко и Олег Косаренков, а вначале традиционно соцопрос на заданную тему. На что людям гулять у ляльки? Чтобы быть веселее, добрее. Как одинокий человек, посади урад на диване, там, семеро, все отразу весело, правильно, прокулю всех. Да, разговаривай, по имену называй, и будешь веселее, на душе радостней. Для того, чтобы ребенок мог играть, заботиться о ком-то, чтобы учился, как ухаживать за малышами. И опять же, это хорошо, да, доброе чувство. Да, да. Было интересно, интерес какой-то был. Ага. Детские, а ляльки какие были? Самодельные лялечки. Мама? Мы же сами робили вы что-то. Матуля. Робила матуля вам, да? Да, да. Ну, пеленали, мыли, купали. Я ее купала, целовала, одевала, заплетала тысячки. Подобалось быть мамой. Ага. Потому что у меня мама была очень хорошая. И я хотела быть такой, как она. Что, Леп, сучасные ляльки? Циты, какие были, ну, в нашем с вами детинстве. Мне такие, какие были в нашем с вами детинстве. А чему ты? Чем они вам можешь подобрать? Они были прихожейшими. Прихожейшими? А сейчас они руками сколько и шьют, и что хочешь робить? Из керамики и все. Мне ты ляльки. А деньки роднейшие? Да, мне ты роднейший. Когда мои детки уже росли, уже были галышки. Ой, я это, это. Были, ну, любила доченьку этой галышки. Она потом, как бы, у ее руки к вязанию были. Ага. Она уже, как бы, что-то навязывала, что-то там им шила. У меня бабушка шила матерчатые. Ага, у вас такая рукодельница у вас бабуля была. Да. Прыгоженькие ляльочки. Интересные. А у вас? И играли с ними. И постирать можно? И постирать, и оберег. О, это тоже. Мягкие только плохо, что их не постираешь. А пластмассу помыть можно. Вот в этом плане хорошо, да. У меня есть внучка. Ага. Ей 8 лет. У нее разные куклы. И она как-то с ними играет грамотно. Ага. И с современными, и с теми, которыми почти как мы играли. Дети сейчас просто больше могут, наверное, и больше умеют, чем мы. Дети меняются, время меняется, жизнь меняется, жизнь лучше, жизнь краше. Ну что ж, создание авторской куклы всегда считалось искусством. Мастера-кукольники, они очень ценились в обществе. Ну а коллекционеры, они готовы были отдать баснословные суммы за понравившуюся куклу. Ну, к слову, самая дорогая в мире кукла, она стоит, по-моему, более 6 миллионов долларов. Она называется дрессировщик-птиц. Кукла, представьте себе, она играет на флейте, держит птиц, которые поют и еще машут крыльями. Но особенность не только в этом. Особенность в том, что эта кукла работает не от батареек и при помощи всякой электроники, а при помощи винтиков и шестеренок. Винтиков и шпунтиков. Ну, кстати, у нас в Гродно тоже немало людей влюблены к куклу, и некоторых из них мы хотим сегодня вам представить. Итак, встречайте, у нас в гостях Анастасия Новикова, Ольга Дудко и Светлана Янчилик, мастера авторской куклы. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы, как видите, наша студия сегодня превратилась в настоящий кукольный, не магазин, но музей, кукольный дом. И одна из кукол, одно из этих прекрасных творений рук человеческих может стать вашим. Достаточно позвонить к нам в студию по телефону 480148 и задать интересный вопрос нашим гостям. Да, Анастасия, кстати, расскажет про нашу куклу, которая, возможно, сегодня появится в одной из гродницких квартир. А может, и не гродницких. Что это за кукла? Это интерьерная кукла Принцесска. Задавайте интересный вопрос, и она станет изюминкой вашей комнаты. Смотрите, как интересно сказать, интерьерная кукла, то есть разное предназначение у кукол бывает. Но давайте начнем с самого начала. Спасибо, вот можно мы будем все время показывать, показывать и рассказывать про нашу принцессу. Расскажите, пожалуйста, с чего вообще началась ваша любовь к кукле с детства, или вы когда пришли уже, будучи взрослыми? Ну, я однажды в интернете наткнулась на работы российского мастера Татьяны Кане. Она шьет разнообразные игрушки, среди них были куклы. Я увидела их, я сразу в них влюбилась и поняла, я хочу себе такую куклу. Но в то время я была студенткой, денежек было немного, и позволить я ее себе не могла, но мечтала. И знала, что когда-нибудь она у меня будет. Потом закончила университет, вышла замуж, родился ребеночек, приоритеты немножко сменились. Но ребенок подрос, появилось много времени, и я стала искать себе какое-то хобби. И тут пришла такая мысль, ну, почему бы и не попробовать шить, может быть, получится. Вот, ну, как-то все не решалось. Ну, нашелся человек, который меня так, Настя, давай, у тебя все получится. Она вдохнула в меня вот такую надежду, что да, действительно получится. Подсказала, где нужно заказать материалы. Я заказала, и пока они шли ко мне, я смотрела много разных мастер-классов, искала выкройки нужные. Вот, читала много статей. И ткань пришла, и я стала пробовать, и вот сразу у меня получилось. Я самокритична к себе, но вот первые работы, и они мне понравились. Здорово. Это, да, сразу почувствовала, что вот это то, чем я хочу заниматься, правда? Но это самое главное. Ну, теперь желания приобрести ту куклу у вас не возникает, да? Нет. Или у вас лучше получается? Ну, может быть, не лучше, но мне мои куклы тоже нравятся. Я показала их своим друзьям, и они оценили. И тоже попросили Насте шеи нам эту куклу. И вот так вот я не остановилась на берутух. А сколько лет вот уже? Около года. А, в принципе, не так-то давно, да? Да, да. Оленька, как у вас произошло? Оленька, Оленька всегда была с куклами. С самого детства у меня было их всегда много. Я собирала, я подбирала брошенных, отмывала, перешивала. И сейчас у меня двое сыновей, но полный дом кукол. Благо, что и муж, и сыновья меня понимают. Я в декретном отпуске все-таки решила начать что-то делать сама, помимо того, что у меня есть куклы. Ну, и начала я с текстильных кукол шить. И около двух лет шила куклы. И не получала до конца удовольствия, потому что понимала, что, скорее всего, этот вид кукол немножко немой. И вот в январе меня позвала, позвал Гродинский клуб, Городинская лялька. Меня позвали на мастер-класс. Я прошла мастер-класс у Елены Шелкой. И вот буквально с первого раза, как говорят девочки, говорят мастера, у меня получилось. И куклы из пластика. То есть у нас в Гродно есть такой, в принципе, клуб авторской куклы. А много у вас людей, которые объединены вот этим вот клубом? Я думаю, Светлана со мной с клуба вместе. Сколько у нас около 15? А вы вместе в одном клубе, да? Да, мы в одном клубе. Ну, больше 10 человек там. Ну, бывает, когда больше приходит, меньше. Ну, такие постоянно, наверное, человек 12 у нас. Светлана, что у вас, как вы пришли к этому? Ну, для меня, я не скажу, что так кукла вела меня по всей жизни. Для меня это стало, как бы, свелись все мои желания, ну, творческие в этом, ну, в образе куклы. То есть можно лепить, можно шить, да. То есть, ну, воплотить все свои какие-то мечты. И прически, и перикмахером быть, и визажистом быть, и все, что угодно. Правда, и стилистом. Да, и стилистом, вот. Это прекрасный подарок, то есть вот эти две куклы такие представлены. Нам надо, наверное, представить, где чьи куклы, правда? Ваша, так полагаю, вот прекрасная леди возле камина греется у нас здесь. Да, это подарок моей дочери на юбилей. Вот, и вот эта маленькая куколка, недавно она для внученьки Лерочки. Да, да, да. Вот, покажите, пожалуйста, вот это вот произведение искусства прекрасное. Ну, она просто мила. Да, да. Для моей внучки тоже на десятилетие. Ну, а сколько тоже у вас лет вы уже увлеклись куклой? Ну, четыре года. Четыре? Вот мы тоже заканчивали с девчатами, значит, курсы, значит, авторской куклы. И решили не расходиться после этого. Так вот образовался наш клуб Кродненская кукла. То есть, фактически вы у истоков клуба, да, и стоите здорово. То есть, там получается так, что кто-то пришел с текстильной куклой, кто-то с керамической, да, пластика. И вы пробуете разные техники, уже перепрелось все у вас. Ну, ясно. Так, расскажите, вот какие техники еще бывают, чтобы мы точно определили. Вот, там, текстильная, керамика, пластик. У Настеньки, вот я так понимаю, вот Настиной куколки. Вот, Настюш, вы никогда не хотели попробовать вот из пластики куколку? Ну, я как-то так не видела таких кукол, честно. Вот первый раз я видела, ну, конечно, здорово. Но я просто не умею рисовать, поэтому я боюсь, что просто у меня... Ну, в любом случае, уже вас одного члена вашего клуба станет больше после нашей программы. Само безграда очень, конечно. Хорошо, эти куклы у вас остаются дома. Вы создаете какие-то коллекции, представляете, показы устраиваете или кому-то, ну, продаете? Ну, у меня куклы заказывали, и в основном заказывают похожую на себя. Вот если вот эта кукла, она хоть и без лица, но она всё равно может выражать в стиле одежды. Да, вот платье. Вот я хочу такое платье, хочу такую курточку, такую шапочку, мне говорят. Волосы обязательно, чтобы были такой длинный, и вот как у меня, такого цвета. Вот, поэтому не только интернетные, но и портретные куклы. Вот, да, две близняшки. Это уже на 18-летие были сделаны двум девочкам-близняшкам. А вам не жалко расставаться с произведениями искусства? Ну, это дети. Это дети, и важно знать, что ты отдаёшь не просто так, да, что кукла любима. Куклу не просто купили просто так, потому что она мимоходом, а то, что... Ну, всё, что сделано своими ручками, всегда ты думаешь о том, где оно будет. Ты же, знаете, я тоже, вот, допустим, вышиваю, вот если я какую-то работу кому-то дарю, я должна быть уверена в том, что человек оценит эту работу, а не просто положит где-то там. Это очень важно, конечно, чтобы твои произведения, оно приносило радость. Ну, можно же делать, как в промышленном масштабе, я имею в виду, сделать просто передовольцы. А они в единичном экземпляре у вас, вот, кстати, куколки. В единичном, да? В слепкой-то точно. Повторить их невозможно практически. За исключением близняшек, если так сказать. Ну, и то они разные. Свои отличительные. Расскажите, девочки, пожалуйста, о том материал. Мы, может быть, в начале программы уже немножко как говорили о том, что в Беларуси достаточно тяжело найти материал для куклы. Ну, я так понимаю, что пластику, да, в большей степени? Возможно. Расскажите, где это приобретается и дорогостоящий ли этот материал? Ну, материал, что касаемо пластики, то можно купить в Беларуси, но у нас, к сожалению, немножко дороже, нежели в России или Украине. Что касается кукольных волос, кукольной обуви, каких-то аксессуаров, фурнитуры, это в лучшем случае. Но волосы искусственные, да? Есть искусственные, есть натуральные. Им используются волосы козы, шерсть козы, овечи. Вот они стоят дорого, они заказываются только за рубежом. Кстати, вообще в Беларуси практически нет этого. Вот поэтому эти куклыки очень дорогие. И дорогие они по стоимости. Когда мы видим цены, кажется, боже, как дорого. На самом деле очень дорогой материал, очень дорогая, тонкая работа. А поясните, кукла из пластики, то есть это все отливается или уже... Вручную лепится. Вот ваша кукла. Это лепится вручную. Посмотри, вот эта вот француженка родилась буквально вчера, специально для нашей программы. То есть губки, носик, все это лепится вручную. Посмотрите, какая красота. С ума сойти. Отдельно ручки, вот части тела. У нее даже головка двигается. Да, поворачивается. Очень, очень красиво. Сейчас Оля будет насущить этой технике. Да, вот головка у нее еще поворачивается. Вот на одну я камеру посмотрю, вот на другую я посмотрю. Ей можно придать какое-то настроение. А вот эта куколка может быть, дорогие друзья, у вас уже дома. Если вы дозвонитесь по телефону 480148 и поинтересуетесь, может быть, что-то спросите у наших гостей, которые сегодня все могут рассказать о том, как делается кукла и что это вообще за удовольствие. Имена своим куклам даете? Всегда или... Нет, я не даю, я предоставляю это уже хозяевам кукол. Хозяйки, да. Здорово. Скажите, вот вы играете вообще сейчас с куклами, которые создаете? Ну, которые я создаю, нет. Нет, но те куклы, которые у меня есть, я могу позаплетать, изменить прическу по настроению своему. Если она там в курточке, то летом курточку можно снять. А, да. Ложите спать, накрыть пледу. Расскажите, пожалуйста, ваши дети. Вот я так полагаю, что уже, может быть, у кого-то и постарше дети, у вас, понятно, мальчишки там, но вот, может быть, девчонки, расскажите, пожалуйста, как они оценили ваше творение, ваше мастерство, интересно ли им? Может быть, они тоже вам какие-то заказы говорят? Мамочка, вот сделай, пожалуйста, такое и такое. Ну, конечно, вот эта кукла, которая вот основная, ее назвала хранительницей очага, то есть для дочери, да. Ну, для нее это был, конечно, большой сюрприз, и восторга, она у меня очень эмоциональная, восторг был, конечно. Ну, и до сих пор, конечно, кто приходит в гости, очень, конечно, трогает, потому что вложена душа. Но никогда не хотела доченька тоже подхватить эстафету? Не пробовала? Ну, пока, наверное, нет. Ну, я хотя бы бантик там пришью, я не знаю, бусинку. Это скорее внучка, вот которой предназначена вот эта кукла, вот она всегда просит бабушка, давайте вместе сделаем. Ну, у нее есть своя куколка, тоже она уже пробовала делать, да. Ну, здорово, когда тоже дети подхватывают эту эстафету, потому что сейчас уже, в принципе, ведутся разговоры о том, чтобы авторскую куклу вывести как отдельный вид искусства. Вот согласны вы с этим? Я вполне согласна, потому что есть такие куклы, которые, ну, на которые невозможно оторвать глаз, и видно, что очень много труда вложено, и времени, то есть там душа целая человека. Вы согласны? Конечно. Куклу можно рассматривать несколько... Иногда есть хороший кукольник Михаил Зайков в Санкт-Петербурге, скульптор-кукольник, у него настолько реалистичный, до мельчайших деталей продуманы куклы, что вот те, кто делает, просто зависают над видео, а те, кто вот их трогает, они не могут понять, как вот в такой размер, просто человек, у которого ногти, зубы, глаза, взгляд, веснушки и волосы, и все это очень прекрасно. Вот действительно, тогда можно сказать, что это произведение искусства бесценное. Мы прервемся буквально на несколько минут, для того, чтобы познакомиться вообще с историей куклы. Татьяна Гришук попыталась, так сказать, изучить все материалы и изучить родословную любимой игрушки. Давайте посмотрим. Моя кукла. Ваше Высочество, прошу вас, будьте очень осторожны. Доктор, она сможет танцевать? А? Мир кукол полон сюрпризов. Кукла первая среди игрушек. Ее история прослеживается со времен строительства египетских пирамид и до наших дней. На нее не влияет время. Она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Древнейшее производство кукол принадлежит грекам. Они изготавливались из глины и воска и ярко раскрашивались. Для праздников делали дорогих кукол и слоновой кости. Такие игрушки были доступны немногим и очень высоко ценились. У славянских народов существовало огромное количество тряпичных кукол-оберегов. Одна из них, сопровождавшая ребенка с самого детства, называлась вепской или капусткой из-за множества юбок. Делалась одна из старых вещей без использования иглы и ножниц. Эта кукла была хранительницей домашнего очага, приносила в дом богатство и сулила благополучие. Французы стали первыми, кто придумал представлять на куклах моды. Модельные куклы назывались пандорами и были настоящими произведениями искусства. Кукле прилагался гардероб, сундучки с парфюмерными новинками и огромное количество аксессуаров. Позже пандоры переродились в манекены. В Англии куклы делали сначала целиком из дерева. Это была очень тонкая и кропотливая работа, требующая очень высокой квалификации. Резчики-кукольники были наперечет, а их продукция стоила безумно дорого. Особенно роскошные куклы вручались лично королями или королевами за заслуги перед империей. В США коллекционеров кукол больше, чем филателистов. Самая дорогая кукла в мире, Барби, в платье, украшенном настоящими бриллиантами, была продана за 100 тысяч евро. Супруги, основавшие компанию Маттел, не случайно назвали своих самых известных кукол Барби и Кеном. Это имена их дочери и сына. Дата появления на свет пластиковой красотки известна совершенно точно. 9 марта 1959 года. Самые интересные звездные реинкарнации культовой куклы – это принц Уильям и Кейт Миддлтон в свадебном платье. Типи Хедрен из культового фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Чтобы ни у кого не осталось сомнений, о ком речь, дизайнеры придумали к костюму весьма необычный аксессуар, закрепив на нем больших черных птиц. 75-летие легендарного фильма «Унесенное ветром», снятого по мотивам одноименного романа Маргарет Митчел, компания Маттел отпраздновала выпуском коллекции из трех кукол. Именно благодаря стараниями американских маркетологов куклы прочно вошли в мировую культуру и навсегда стали неизменной игрушкой для девочек самых разных возрастов. Новые виды кукол появляются с завидной регулярностью, каждая продается огромными тиражами и обязательно оказывается в коллекции у тысячи фанатов этого уникального увлечения. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас тема программы «Играем в куклы». У нас гости, которые все знают о куклах, и, судя по всему, есть у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Принцесска ждет. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, хотите выиграть вот такую куколку? Хотела бы, конечно. Это французская кукла, традиционная. И я давно посмотревала на такую куколку, и в книжном магазине даже видела книжку. Но мне бы хотелось, книжка, конечно, книжкой, но мне бы хотелось очень научиться делать такую куклу. Здорово. Ну, в качестве примера вы можете сегодня попытаться заполучить вот оттворение рук человеческих. Ваш вопрос, пожалуйста, нашим гостям. Скажите, вот говорят, что кукла все-таки живое существо. Вот вкладываете ли вы сердечко в это свое творение, в свою куклу? И выделяете каждую куклу. Хорошо, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Итак, вкладываете ли вы? Конечно, безусловно, в каждую куклу ты вкладываешь душу, потому что еще как только руки дотронулись до ткани, ты уже в голове придумываешь образ, думаешь, каждую мелочь, каждую деталь. И поэтому так тяжело с ними расставаться, потому что ты не только душу, но и частичку своей души вкладываешь вот в куклу. А можно, знаете, туда вот очень настоящее сердечко положить? Сердечко иногда шьем сердечко иногда и складывается. Есть у вас, да, такой вариант? Нет, ну мы не шьем, потому что в пластику сердечко не вложишь. Надо в сердечко, да. Но в текстильную куклу очень многие авторы вкладывают сердечко. Вот введите вам тоже на заметку, следующее будет с сердечками. А вот, Настя, вы говорите, что вы представляете уже изначально, да, какая кукла примерно должна получиться. А по итогу как получается? Именно так, как вы задумывали, либо зачастую вот как-то... Чаще всего нет, потому что когда... Неожиданно получается. Да, ты начинаешь делать, потом приходят еще новые идеи, ну и уже смотришь. Вот это было бы, наверное, лучше. Так лучше было бы. И, конечно, в итоге примерно, но не то. Не в точности. То, что ты придумал. Ну, Ильич, а вы расскажите, пожалуйста, вот когда вы создаете куклу, у вас какой-то конкретный персонаж? Может быть, я не знаю, литературный какой-то персонаж или конкретный человек? Или тоже какая-то ваша фантазия, ваш вымысел? Света? Ну, бывает по-разному. Если вот, например, я подруге делала подарок по образу, ну, по фотографии ее дочери, вот, то я уже старалась, конечно, сходство какое-то словить. Ну, я считаю, что получилось там в одной. Ну, не всегда так получается. Некоторые не... Ну, просто кукла как-то, ну, как сказать, что она сама диктует, вот, какая прическа, какая одежда ей подойдет. Вот. У вас тоже, да? А как... Да-да-да, пожалуйста. Есть такой еще момент, что когда девочки начинают лепить, и особенно те, кто начинает первый раз лепить, или там второй, третий, ну, в самом начале, девочки лепят сами себя. Почему-то срабатывает память, то есть лицо, которое мы чаще всего видим, это лицо, которое происходит в зеркале, то есть мы видим свои черты. Я теперь у тебя, я слишком часто тебя вижу. Поэтому, когда вот первая реакция, идет мастер-класс, и девочки лепят, и вот друг другу подходят, ой, ты сама себя лепишь, ой, ты сама себя лепишь, и всегда вот примерно так происходит. То есть мы все равно берем черты, те, которые ближе. Как мы половинку среди противоположного пола ищем, на себя похожи, потому что она нам ближе, так и в куклах, и куклы диктуют. А работа проходит над, как правило, над одной куклой, либо параллельно вы можете какие-то произведения делать? Наверное, на каждого свое она. Ну да. Вот чуть-чуть здесь сделали, потом переключились на другой персонаж. Такое бывает? У меня бывает. Бывает такое, да? Ну не сложно переключаться с одного на другое? Нет. Ну это как два разных ребенка. С одним поиграешься, с другим поиграешься, любишь-то по-разному и по-одинаковому. Ну как, вот двоих любишь, но... Речки, расскажите, пожалуйста, по временному вот ответству, как долго делать кукол. Вот, допустим, ну вот ваш... Еще немножечко расскажите, чем они отличаются? То есть она же имеет какое-то определенное название, ваша куколка. Вот расскажите и по времени, по временным рамкам. Вы сказали, что кукла, которую мы сегодня разыгрываем, звоните, 48-01-48, она будет ваша. Она текстильная, простите, интерьерная. Да. Да, какие еще бывают? Их часто еще называют большеножками, либо снежками, эти кукол. Ну и часто по мотивам Татьяны Кане. Особенность этих кукол то, что вот у них нет лица, только глазки. Мы заметили. Да, это было создано для того, чтобы, так как она интерьерная, она не должна нести с собой эмоции. И очень удобно. Ты грустишь, кукла с тобой грустит, ты улыбаешься, и кукла с тобой вместе радуется. Ну, в этом нет смысла, да. Да, вот это особенность именно вот этих интерьерных кукол. Но, как я и говорила, они могут быть еще и портретными, когда ты создаешь похожими на человека. А получается из материала похожими вот совсем на человека. Да, ты, конечно, черты лица не передашь такой куклой, но стиль, стиль, характер, какие-то особенности. Вот я люблю цепионы, и вот ты уже все делаешь пионы. А есть у нас еще телефонный звонок. Мы попытаемся эмоции звонящего услышать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Алло. Да, мы слушаем вас, Маргарита. Алло, здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно задать вопрос Анастасии? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а почему у ваших кукол нет рта? Может, у них разное настроение, поэтому вот так вот... Ну, это был процесс ожидания звонка, и зритель не услышал, да. Вы только что ответили на этот вопрос, вот для того, чтобы кукла вместе с вами сопереживала... Ну, Настенька, я, может быть, вас перебила. Ваши эмоции, расскажите, пожалуйста, еще раз повториться. Да, так как это интерьерная кукла, она не должна нести с собой эмоций. Добавляя какой-то носик или ротик, она уже либо улыбается, либо грустит. И поэтому очень удобно, потому что если у вас плохое настроение, то и кукла вместе с вами переживает. Если у вас радостное настроение, она вместе с вами радуется. А еще можно нарисовать свой ротик. Вот какой хотите, вот можете улыбочку от себя. Ну, тогда уже будет всегда только хорошее настроение. Тогда да. Хорошо, я записал. Интерьерная. Интерьерная. Есть еще какие бывают? Ну, есть куклы, в данном случае есть будуарные куклы. Это кукла вот француженка. Вот эта вот французская, которая... Вот эта красавица. У них вылеплена... Можно покажу ее. Ее предназначение какое? Почему она так бывает? Она интерьерная по назначению. Она должна быть украшением будуара. То есть эти куклы были очень... Они... Но в них могут играться дети, поскольку она все равно кукла прежде всего. У нее вылеплены руки и ноги, а также верхняя часть, а все остальное у нее мягкое. Тело мягко наберное. И поэтому они называются будуарные. Это все вот вручную вы сделали? Вот эти и пальчики, и ногтики. И пуговички еще пришили. Да, это вручную делается. Вы делаете это под микроскопом, простите? Нет, это делается не под микроскопом. Это делается руками практически без инструментов. Она хочет тебе на руки. Да, вот видишь, на ручки. На ручки. Подержи ее. Пусть сидит. Здорово. Хорошо. Интерьерные, будуарные, еще. Есть шарнирные куклы. Самые дорогие, да? Самые дорогие на данный момент. А вообще у нас в Беларуси кто-нибудь изготавливает шарнирные куклы? Да, но мастеров не так много. И эти куклы практически не идут, идут всегда только за границу. Потому что стоимость их уже от 300-400 долларов. Если это кукла авторская, от 1000 и выше. Потому что каждый шарнир, каждое соединение суставное, оно вырабатывается вручную, обтесывается все вручную и потом соединяется в тело. И абсолютно любую позу принимаем. Это как марионеточки, наверное, да? Но при этом фиксирован. То есть это полноценный человечек, который полностью примет любую позу. У него все суставы сделаны и стянуты самостоятельно. А в силу, скажем, технического прогресса была мысль напичкать, извините за слово, свое произведение искусства, какой-то электроникой, чтобы она говорила мама, папа? Или что-то в этом роде, песенку спела какую-нибудь? Хорошая идея. Будь за меня. А, вот. Но вот видите, самая дорогая кукла. Вот она, правда, не на батарейках, но она тем и дорога, что она в движении. Она тем и дорога, что она, получается, есть слово крафтовое. То есть она несовременная. И сейчас, наоборот, возвращается к куклам, которые 18-19 века, к народным куклам возвращаются. К петрушкам. Вот, да, они максимально популярны. Те же самые куклы чердачные. Это куклы, которые потрепанные и искусственно состаренные, чтобы было полностью ощущение чердака. Ой, да, я такое очень люблю. И вот кукла новая. И тиндочки, они тоже ведь чердачные такие больше себе нет. Нет, всегда неаккуратные. А там куклы, в самом деле, у них оторваны глаза, могут быть у них искусственные заплатки сделаны для того, чтобы было ощущение, что у нас чердачная чердака. Вот она старенькая, бабушкина, передали, но она новая при этом. А бывает такое, что вы делаете куклу и видите, что это не то. И вот не получается, не получается. Вот было такое, что вы никак не могли дойти до именно того образа, который хотите передать. И приходилось много раз там что-то переделать, перешивать, перелепливать в данном случае у вас. Да, у меня было, да. То есть, ну, конечный результат, скажем так, не совсем нравился, да. Ну, это все процесс. После переделки не очень нравился, да, вы имеете? Не, ну, уже сделали, уже переделать невозможно, потому что пластика лепится как пластилин, а потом запекается в духовке, и уже это ничем не справишь. То есть, вот оно есть, и все, да. Ну, ничего, следующее. А скажите, пожалуйста, вот у нас здесь на столе еще вот какие-то игрушечки. Я так тоже положила. Зверушки. Вот тоже сделаны как будто бы бабушкиного чердака. Это вот то, что вы говорите, или это на самом деле старые игрушки? Это состаренные. Состаренные, да. Вот они, вот про это вот мы и говорили. Видишь, как будто он чумазенький. Он такой жизнь прожил, вот как будто бы. Ну, тут прожил жизнь только потому, что материал тут прожил жизнь. Тут материал, который он сделан 50 лет. Вот, посмотрите, какой чумазенький. А, вот, смотри, материал 50 лет. 50 лет материалу, это плюс. Он натурал абсолютно, да. Да, внутри у него опилки. Ой, с опилочкой. А у меня есть такой мишка, он еще и мычит вот когда так. Очень популярный в Германии, это Тедди. Да. У нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вас зовут как? Меня зовут Любовь. Очень приятно. Люба. Пожалуйста, задавайте вопрос, не стесняйтесь. Хочу задать вопрос участницам программы. Очень нравится ваше произведение искусства, ваши куколки. Не одно уже купила. Очень восхищает. Вот, приятно, что они постоянно, ну, настолько разные и в сезонных одежках, я вот покупала в зимних одежках, там, в шапочках, допустим. Я хочу задать такой вопрос. Может быть, я прослушала, я не сначала смотрю программу. Создаются ли вы, вот как есть, да, Барби и у нее и кем, создаются ли вы спутников жизни своим куколкам? Есть ли у вас куколки-мальчики? Кавалеров, да? Кавалеры, да. Вы не прослушали этого ответа, нет. Любушка, скажите, пожалуйста, вы до сих пор играете в куклы, да? Ну, вы знаете, нет, я их покупаю на подарки. У меня есть, да, да, друзья, у которых маленькие девочки, и я покупала их на подарки. Вот у нас на Кобяка в цветочном магазине World City. Очень красивые, всегда разные, бесподобные. Я попрошу просто вдолься на вот этого замечательного Мурзика. Здорово. Спасибо огромное за вопрос. Посмотрите. И какой будет ответ? Есть ли спутники у кукол? Да, это можно сделать. Я сама никогда не делала мальчиком бойфренда, но это возможно. Есть специальные короткие трессы, которые сделают прическу для мальчика. А скажите, вот из подручных материалов, вот, скажем, осталась старая одежда и так далее, я услышал в начале программы, что вы ждали прихода аксессуаров, а вот просто так, это очень сложно сделать? Нет. Из того, что есть под руками? Это можно сделать, просто тут уже, перед речь идет про качество. Этот трикотаж, это специальный, вот ткань, из которого сделано тело куклы, это специальный трикотаж, белый ангел он называется, есть разных цветов. Он не позволяет кукле, он не растягивается, и вот как она стоит, через год и пять лет она и будет стоять. То есть другая ткань, она просто растянется, и кукла потеряет свой первоначальный вид. То есть в этом есть смысл? Да, есть. И, конечно, если брать в БУ ткань, то она не будет такой красивой, как новая, она не будет так смотреться. Можно сделать... То есть только специально застаривать, вот как эти чумайчики. Да, но это уже другой вид. А по поводу, кстати, вот пластики, вот вы когда запекаете в духовке, да, вы сказали, запекаете, запах какой-то есть? Нет, не токсичный. Не токсичный, да, это безопасно делать в домах. Это, в принципе, очень важно вообще для любого материала, то, что и ребенок будет играться. Это все тоже смотрится, потому что на самом деле ребенку тоже вреда кукла не причиняло. Девочки, вот мы уже немножечко оговорили о том, что есть различные виды. Думаю, Олег еще запишет свой список, какие еще бывают куклы. Но я немножечко хочу рассказать про театральную куклу. Мы немножко задели уже марионетки. Театральная кукла – это, наверное, тоже отдельная ветвь этого искусства. И очень хочется посмотреть, как рождаются театральные куклы. У нас наш корреспондент побывал в такой мастерской. Давайте посмотрим, как рождаются театральные куклы. Лариса Микина – главный художник Гродненского областного театра кукол. Как никто другой, знает о них все и даже больше. Создает с душой. От этого куклы и получаются такими одушевленными. У каждой куклы свой характер. Какая-то кукла легко. Вот она просто вот раз, и она пошла, ее быстро сделали. А есть куклы, которые делаешь, переделываешь, и они тяжело идут. Даже в одном спектакле какая-то раз и легко. А вот эти куклы, они тяжело как-то шли. По количеству героев вселенная театра кукол не уступает миру Марвел. В соответствии с задумкой создатель, он же главный художник, с ювелирной точностью материализует образы персонажей. Этому коту, например, из спектакля «Василиса Прекрасная» уже 30 лет. Я прав? В небольшой реквизиторской более 500 кукол. В коробках еще столько же. Каждая из них отражает соответствующую сюжетную линию. А если присмотреться, и стиль художника. Барышня из постановки «Принцесса на горошине» творение первого главного художника Василия Михайловича Быкова. Его куклы выделяются среди остальных. Вот это Ванька с «Золотого кольца». Художник Валерий Рачковский. Совершенно другие куклы, правда? И выглядит по-другому. У каждой куклы свой внутренний мир. Как правило, он механический. Вот она, перчаточная кукла. Вот я пальчики вставляю. Ну и опять же у нее трость. Только это один из вариантов перчаточной куклы. Когда трость вот впереди, и работает ротик. Вот. Ну и головой. Вот. Мы пошли. Всем знакомые куклы-марионетки. К их ногам и рукам привязывают нити, дергая за которые, кукловод делает из театрального инвентаря настоящих актеров. Для того, чтобы кукла могла производить еще какие-либо движения, кваги, устройство манипулирования куклой, подвязывают дополнительные нити. Иногда их количество доходит до 20. Управлять марионеткой очень сложно, так как она должна повторять анатомически правильные движения людей. Простой вариант штуковой марионетки. Вот это простой вариант штуковой марионетки. Здесь вот штук может быть как в голове, так и в туловище. Вот это вот планшетная кукла с тростями. Трости вот в руке. Вот она вот так. Куклы могут иметь размер от нескольких сантиметров до двух-трех метров. Материал бывает разный. От классического дерева до пенопласта, поролона, металла. Полет фантазии здесь не ограничен. Мальцаря. Мальцаря. То есть она у нас такая модная вся из себя по глюсе. Опять же тарелка для ложек, для вилок. Тут сами видите вроде. Вот. И очки, очки снимаются. Над образами кукол и сценографии работает вся творческая команда. Делается это для того, чтобы выдержать спектакль в едином стиле. В мастерской с нуля делают декорации, столы, стулья. В соседней комнате дорабатывают механику будущих актеров. И уже по ту сторону сцены, будучи зрителем, ловишь себя на мысли. Кто же все-таки в главной роли – кукла или человек? Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Окна города» гости Анастасия Новикова, Ольга Дудко и Светлана Янчилик. Мастерицы, кукольные мастерицы. И им сегодня адресуют вопросы наши телезрители. Очередной из них прямо сейчас. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас как питаются? Меня зовут Вольга. У меня есть питание до, уважанных девушин, які у вас из студии. Калиласка. Поважанная девушинка, откажите, калиласка, если не приходило до вас ЭД, эти, может, задания, заробить ляльку у национально-белорусским стиле? У национального строя, как бы она была. Мы родим ей ляльку. Дякую, Великий. Ну, одна такая кукла у меня была. Ее в подарок купили в Америку, да. Почему-то те, кто белорусы, они с удовольствием покупают, да, и там они... Я просто вам подскажу, у нас сейчас безвизовый туризм развивается. Вы представляете, какая еще одна идея от польской группы? Постоянно делаю куклы в белорусских мерялях, именно для туристов. Мы по просьбе тоже в магазинах Атома Стака и для туристов, да, они постоянно просят куклы в национальном костюме. Они очень популярны, и даже среди гродненских. Сейчас как-то вот возвращение к вышиванке, к рушникам, к... И вышиванку тоже сами делаете, да? А скажите, вообще знаете, вот географию ваших кукол? Где, в каких странах они разлетелись? У меня Финляндия, Германия, Америка, Польша, Россия, Украина, ну и Беларусь. Вот как-то разбежались. Сразу вес такой, да, появился здорово. У меня Америка, Беларусь там. Ну, с учетом того, что человек вообще только не там начал делать куклы, это, конечно, большая география. Четыре года, да? Ну, это я четыре года. Светлана, четыре года. Пластика два года. Пластика у меня три месяца. Три месяца? Да. Ой, это за три месяца можно вот такую францужинку прекрасную сделать? Ну, у меня получилось. А сколько вы вот за три месяца уже сделали куколок? Вы подсчитали? Это пятая. Записываете, ведете список? Олег-то ведет список, какие бывают? Я веду, по крайней мере, какие бывают, да. Из пластики это пятая кукла. Пятая куколка. С учетом первая, что была именно на самом мастер-классе сделана. Вы непосредственно... Под руководством мастера, под руководством Елены Шелко, я делала первую куклу. Это пятая, то есть четвертая самостоятельная. Да. У нас есть еще один звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы и выигрывайте наши замечательные подарки. Алло, здравствуйте. Ой, мы можем сказать ответ. Зорвался чуть-чуть. Перезвоните, пожалуйста. Попробуйте. Да, наберите еще раз, пожалуйста. 48-01-48. И интерьерная кукла от Анастасии будет ваша. Принцесска. Принцесска. Сколько кукол можно сделать за один присест? Или это все-таки несколько дней, несколько вечеров? Ну, у меня уходит примерно около недели. Если сильно постараться, то 2-3 дня. На одну куклу? Да. А у вас по пластике домешками труднее, мне кажется, нет? У меня если очень-очень вдохновение, то 2 дня. Если я немножко занимаюсь немножко другими делами, поскольку есть и работа, и дети, и семья, то, ну да, лучше оптимально неделя, когда ты можешь периодически возвращаться, что-то подправлять, без спешки делать. Неделя – это да, кукла неделя. Светлана, у вас какой рекорд? У меня намного дольше. Вот эту большую, вообще, наверное, у меня полгода ушло, там начинают кресел. Ну вот, наверное, месяц вот эта маленькая куколка делалась. А в какое время суток вы, как правило, занимаетесь вот этим видом творчества? Я могу предположить, конечно? Мочам, когда дети спят. Да, когда ребёнок ложится спать, тогда появляется свободное время, тогда и делаем. Это сугубо такой вечерний, спокойный момент, да? Вечер и вот обед. А у вас доченька? Сыночек. Сын. Ну вот видите, если бы доченька, так вообще понимаешь. Как же вы высыпаетесь тогда? Удаётся ли высыпаться? Мы не высыпаемся. Вот, ну что. Куколки потом высыпают. У себя отдаётесь. С маленьким ребёнком уже привыкли, поэтому, да. У вас, наверное, я прошу прощения, небольшие апартаменты. Коль кукол становится, например, всё больше и больше, вы где-то их у себя храните. Коробки. Полки, муж. Полки. Да, муж мне выделил полки моим всем антикварным куклам, которые я восстанавливаю моим куклам. Он выделил, перекрестился, сказал, ладно, тебе надо. Я сказала, надо. Молодец, муж. И вот он мне выделил полки. Так это мало того, что готовы ещё хранятся, ведь хранятся ещё материалы, это же целые, понимаешь, сундуки с волосами и так далее. Это да. Здорово. Расскажите, пожалуйста, девочки, ну это понятно, что уже известно, что в последнее время авторская кукла набирает обороты, популярность её. И, в общем-то, весь мир охватывает эту эпидемию авторской куклы. Расскажите непосредственно здесь, в Беларуси, достаточно ли мастеров, может быть, вы как-то поддерживаете связь, или вы только своим клубом. Может быть, вы выходите, не знаю, с гомельскими коллегами, с витебскими, объединяетесь каким-то образом. Есть ли какие-то совместные, может быть, задумки, сейчас ещё нет, но задумки, совместные какие-то экспозиции, выставки, чтобы выстроить. Какой-то фестиваль, может быть. Понимаете, понятно, что когда ты сделал куклу, если кому-то предназначается, понятно, что она ушла. Но так хочется это показать, ведь так хочется, чтобы это как можно больше людей увидело. Сколько здесь же... Ну, у нас периодически мы раз в год выставки проходят, вот Гродницкая кукла непосредственно. И вот в ближайший месяц будет выставка в музее Городница. Вот, так что приглашаем, приходите. То есть задаётся тема. Композиция в Красной Звезде будет. Красной Звезде. Чаепитие Алисы, которая выставлялась в прошлом году, была выставкой. Сейчас она будет демонстрироваться в кинотеатре «Красная звезда». Там будут представлены девочек работы. А в Беларуси два основных фестиваля кукол. Это «Млын», как оно вообще полностью рукодельное. И конкретно куклы – это «Панадолье». Организовывается она в Минске раз в год, один и второй. Но я думаю, что белорусов не так много. Ну, а вы ездите, да? Вы выставляли уже свои работы? Ну, наверное, вы, потому что вы уже четыре года занимаетесь. Ну, мы ещё не выставлялись. Но задумки такие есть. Вы думаете об этом, правда? Ну, конечно, да, да. Планы есть. А вот больше, вот смотрю, и зверушки есть, и человечки. Больше кого приходится делать? Человечков или зверушек? Ну, вообще нас объединяет. Нас кукла, конечно же, название «Гродневская кукла». Ну, это вот последнее наше увлечение, благодаря Надежде и всей нашей группе. И она вот нас как бы вдохновила на создание вот таких чудесных зверюшек. Да, вот такие вот. Это по её выкройке. Боже, они такие все трогательные, они такие трогательные. Ну, боже, просто эмоции. Прям обиженный мимишка такой, ты зайчик, да? Нет, он не обиженный, он немножко такой забиятка. К нему просто так не подойдёшь, между прочим. Ну, кто-то вот, понимаешь, видел его. Ну, хорошо, не сверни голову ему только. Там сложно её свернуть. Там сложно свернуть голову, там всё на шплинтах. Не стоит испытывать судьбу. Всё шевелится, не будете сдвигаться. Скажите, пожалуйста, вот как дорого стоит сделать куклу? Дорого, Олег. Ну, сразу меня не опускайте с небесной земли, но всё-таки. Хотя бы примерно. Вот в среднем сколько нужно, чтобы сделать? Ну, давайте пример. Вот интерьерную куклу, которую мы сегодня разыгрываем. Татьяна, покажи, пожалуйста. Покажу. Вот сколько нужно, чтобы сделать вот такую куклу? Ты имеешь... Обувь купить, посмотреть. Конечная цена или по затратам? Нет, не по затратам. Ну, нет, нет, я имею в виду по затратам. А, по затратам. Ну, себестоимость, да, чтобы я, например, смог оценить. Есть у меня шанс. Смог купить материал и сделать, да? Самое главное тут ценится ручная работа. Да, ну, где-то 25-30 рублей. Здорово. Ну, у нас есть ещё один замечательный сюжет. И он говорит о том, что важно, чтобы человек был... Чем-то занят. Чем-то занят, да. Так вот, мы хотим вас познакомить с одним интересным, увлечённым человеком. Зовут её Татьяна Григель. Который тоже, возможно, в скором будущем станет членом вашего клуба. Да. И вот давайте виртуально, буквально, отправимся к ней в гости. Посмотрим, как там у неё дела. В доме Татьяны Григель множество красивых предметов интерьера. Всё сделано своими руками. Причудливые картины и подушки, вышитые разноцветными лентами. Отделки из ниток, кофейные деревья, топиари из бумаги и орехов. Однако особое и, пожалуй, главное место в творчестве мастерицы занимают авторские текстильные куклы. В один прекрасный момент вот увидела куклы в интернете. И мне очень это вот на вид очень понравилось. Успокаивается душа, глядя на этих кукол. И решила попробовать, получится или не получится. Потом получилось. Раз получилось, два. Куклы всерьёз увлекли Татьяну Ивановну год назад. Глаза горят, а руки делают. Это про неё. А результатом можно долго любоваться. На одной девчушке с косами уютный джемпер и юбка, а на другой маленькой леди элегантное платье в горошек. Само тело куклы изготавливается из лён, бязь, хлопок. Существует ещё такой кукольный трикотаж. То, с чего шьётся одёжка, то в основном это тоже натуральные хлопчатобумажные ткани. Все творения совершенно разные, но схожи в стиле исполнения. Куклы Тильды отличаются тонкими ножками и вытянутой мордочкой. Так называемая чердачная, внешней простотой и улыбчивыми лицами. У кукол-большеножек главный атрибут – красивая обувь. Также в коллекции мастерицы есть кукла-оберег. Кукла-оберег, у которой нет вообще ни глаз, ни рта, ни носа. Она на палочке. Это когда-то давно-давно, когда не было. И здесь у неё обязательно должна быть большая грудь. Вот это когда-то в древности говорило о том, что это богатство в семье, плодородие. Вдохновляют на пополнение коллекции Татьяну Ивановну красивые пейзажи вокруг и необычные образы на просторах интернета. Маленькие дети, забавные петушки и серьёзные зайцы. У всех кукол своя история и особенности создания. Если делается тильда, там идёт вышивка. Вышивается либо гладью, либо есть такие французские узелки, и носик, и глазки. А уже в большеножках куклах, там уже покупается акриловая краска, и этой краской рисуются глазки. Уникальность кукол Татьяны Григель в деталях, продуманных до мелочей. Искусно сшитые кеды и босоножки, тонкие ремешки и бантики, миниатюрные броши и цветочные композиции. Даже прическа у каждой особенная. Волосы для куклы, они бывают тоже разные. Бывают синтетические, типа вот как парики делаются. Бывают уненые волосы. Бывает ещё такая шерсть для валяния. Так она, шерстяные такие делаются игрушки. Ну и волосы тоже с них можно делать. Они получаются такие, как когда-то была пышная завивка, такие красивые тоже волосы. Необычной историей с налётом старины может похвастать эта улыбчивая, добродушная красавица. Это единственная кукла, получившая имя. И она настоящий раритет. У этой чердачной куклы волосы вот с того льна, которые пролежали 70 лет на крыше. И уже в честь бабушки, в честь её трудов я назвала эту куклу Надеждой. Татьяна Ивановна признаётся, что кукла для неё – исключительно порыв души, способ занять свободное время с удовольствием для себя. При полной отдаче творческому процессу на каждую куклу уходит несколько дней. И это время в радость их автору. Это захватывающе. Это не так, что вот сделал что-то и оставил. Это хочется делать, делать, положил, ушёл. Потом что-то подумал. А, не, не так. Пошёл опять, опять пришиваешь, опять делаешь, переделываешь. Очень захватывает. Сейчас мастерица колдует над созданием новой куклы. Совсем скоро ряды текстильных красавиц разбавит стильный парень-большеножка. Авторскую куклу по достоинству оценит и взрослый, и ребёнок. Ведь она сделана со вкусом, а мастер вложил в неё частичку себя. Важно лишь помнить, что кукла не для игры, а исключительно для эстетического удовольствия её счастливого обладателя. Итак, мы уже поняли, дорогие друзья, что сегодня в наш современный век можно не только сидеть за гаджетами и круглые сутки в интернете, можно ещё и заниматься крайне интересным занятием, а именно созданием кукол. У нас сегодня настоящие мастерицы этого дела. Ещё раз я повторю. Анастасия Новикова, Ольга Дудко, Светлана Янчилик. Девчата, скажите, пожалуйста, а вот в благотворительности вы участвуете? В принципе, об этом не принято говорить громко, но тем не менее. Был ли такой у вас опыт участия в благотворительности? Подарить какому-то ребёнку и так далее. Либо вы уже на пороге этого стоите зрительно. Мы выходили со своими работами, то есть вырученные деньги мы непосредственно куда-то перечисляли. Детский дом. То есть постоянно участвуем, да, постоянно. Кто-то работами участвует, кто-то продаётся и эти деньги перечисляют. Ну, девочки тоже не так-то, в принципе, давно начали заниматься этим. Я думаю, что всё ещё впереди. Да, да, да. В любом случае есть, я так понял, что желание это. Хорошо. Ну, коль в куколках заложены сердечки, значит, желание есть. Обязательно, да. А вот скажите, есть у вас, у каждой куклы, которые вы ни за что, никуда не отдадите, не продадите? Может, даже первая. Может быть, какая-то самая особая, дорогая сердцу. Или несколько, или они все. Да, вот моя первая кукла я делала. Самая первая. Вот она у меня первая. Вообще, вообще есть такая традиция у кукольников, такая, между собойчик, не дарить, не продавать куклы первые, которые какие-то тут что-то сделаны. Они остаются на память, остаются себе. Для того, чтобы видеть, как ты растёшь, для того, чтобы можно было сравнить. И они самые неказистые, они самые проблемные, но не самые любимые. У вас самые дорогие. Потому что с них всё начинается. У вас тоже осталась куколка такая? Да, у меня есть. Это куколка, ну, в студии её нет, но она у меня есть. У неё тоже есть, да. А вот есть желание передавать уже свой опыт? Или вы считаете, что вы пока ещё сами растёвываете? Ещё набираются сами, наверное. Да. У нас проходят мастер-классы, то есть востребованы, да. Вот в этом году уже то, что мы учились, с Леной Шелко давали мастер-классы. То есть уже приходили люди, которые хотели научиться кукле. Да, вот непосредственно Ольга. Дошла? Да. Девочки, ну, время нашей программы неумолимо движется вперёд. И, в принципе, уже... Нам придётся убирать всю эту красоту, к сожалению, со стола. Ну, одна из красавиц у нас отправится таки в дом, как это значит, к родителям. Одному из наших телезрителей, который сумел дозвониться по телефону 48-01-48, я его говорю уже на будущее, на нашей программе. Ну, слово, наверное, автору куколки, потому как она решит, кому достанется эта красавица. Я хочу поздравить Любовь. Это принцесска ваша. Вы принцесска Любовь. Которая задала вопрос, по-моему, делают ли... Кавалеров для куколок. Ну, Любовь под другой вопрос, наверное, не могла задать, правда? Да. Обращайтесь, делаем кавалера для вашей принцесски. Любушка, ваша, эта куколка ваша. Созвонимся после программы, позвоните, пожалуйста, по телефону. Ну, в принципе, ваш телефончик мы тоже зафиксировали, поэтому созвонимся и договоримся, где вы сможете забрать вот эту вот принцесску Любовь. А мы попросим вас, наши дорогие, вот тем, кто заразился вот этим вот талантом делать куклы, пожелайте, что нужно делать на первом этапе? Ну, я хочу, наверное, пожелать... Самое главное — это верить в себя и не останавливаться. Если что-то не получилось, главное — не останавливаться. Оно обязательно получится. Не первый, не с десятого раза, с пятнадцатого получится. Верить в себя. То же самое, самое страшное, самое долгое — это первый шаг. Вот просто нужно сделать его, и дальше все получится. Верьте. Верить и любить тем, чем вы занимаетесь, это поможет вам. Ну, я бы, наверное, хотела напомнить, очень хочется, дорогие наши телезрители, чтобы вот в каждом Гродненском окошке была вот такая вот прекрасная куколка. Здорово. И сделанная своими руками. У нас, кстати, был своего рода такой флешмоб когда-то. Да-да, к дню кукольника, да. Здорово. Театрально. И хотелось бы пожелать, чтобы в этом мы и продолжали очень долго. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии были Анастасия Новикова, Ольга Дудко, Светлана Инчилик, очень большие, замечательные мастерицы, которые делают замечательные вот такие куколки. Да, мы ждем от вас новых творений для того, чтобы вновь встретиться в нашей студии и вновь познакомиться с вашими персонажами кукольными. Спасибо. А мы надеемся, что узнаем и о ваших новых увлечениях и творениях и обязательно расскажем об этом в очередной программе «Окна города». Татьяна Сидоренко, Олег Косаренков. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»